всем привет на канале крипто комикс мы начинаем наш регулярный обзор рынка начать хочу с глобального графика bitcoin месячный таймфрейм и поделиться с вами тем что я здесь заметил заметил я такую интересную вещь мы с вами имеем дело объективно с глобальным бычьим рынком я думаю глупо это отрицать потому что вы видите сами что актив долгу растет но смотрите также у нас с вами есть не удлинение циклов о котором принято говорить а на самом деле укорачивание циклов обратите внимание как долго заняло вот это вот накопление с разворотом в позапрошлом цикле потом смотрите насколько быстрее на самом деле было накопление с разворотом в прошлом цикле и что если сейчас ребята мы имеем дело с еще более быстрым накоплением и разворотом пока никто не ждет все будут ждать консолидации и финальным резким всплеском наверх ребята которого никто не ждет такой вариант все еще может быть потому что глобально посмотреть эта структура напоминает стандартный бычий паттерн когда у нас с вами идет экспонента усиливается движение особенно это видно не на логарифмическом графике она линейном и вы можете конечно сказать что я несу фигню и будете наверное отчасти правы но тем не менее это мое мнение я это увидел решил с вами поделиться что если все это было просто разминка перед действительно грандиозным шухером наверх потому что как я показал вам в начале видео картинку из твиттера действительно крипто твиттер жужжит во всю что мы на пороге нового булрана что если он окажется прав потому что знаете на бычьем рынке быки оказываются правы и им дают заработать ну и вся конечно эта история с отчетом об инфляции которым верить тоже нельзя все это на самом деле на руку биткоину и вообще если честно биткоину на руку даже чтобы была высокая инфляция гиперинфляция стакфляция ну да ладно мы поговорим сегодня еще о другом мы поговорим о том что посмотрите-ка по метрике альтезон индекс ссылка на который в описании мы с вами находимся уже в супер мощном альтезоне 98 процентов это вообще зашкал походу будет все-таки небольшая коррекция в какой-то момент но тем не менее мы уже с вами находимся в альтезоне для тех кто не понимает что такое сезон это никогда альты к доллару выдают сотни иксов это когда альты обгоняют биткоин и сейчас как мы с вами видим из этой метрики а она не врет из топ 50 криптовалют за последние 90 дней очень многие вышли уже в зеленую зону классик 111 процентов юни 100 процентов квант матик и вот они все 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 их очень много здесь а там dot и прочее при этом меньшее количество находится в красной зоне за 90 дней к доллару и bitcoin самый аутсайдер из них не считая bitcoin кэша посмотрите минус 15 процентов поэтому по этой метрике за 90 дней мы уже с вами в альте зоне и в альткойн месяце также мы можем посмотреть за месяц тоже почти все альты стреляют очень хорошо вон ldo 288 процентов за год мы еще не в альткойн году но тем не менее мы уже движемся в сторону альткойн года как я понимаю вот видите за год у нас все еще больше просадки по многим монетам а теперь вообще минус 86 процентов кстати возможно дисклеймер не финансовый совет но оси пи и все вот это говно смотрится более-менее норм вот мир 133 процента и сэндбокс я бы их не трогал в общем на самом деле интересная метрика и хотите верьте хотите нет но сейчас многие монеты будут стрелять витку теперь чё по локальной картине четырехчасовик у нас бычий движемся в рамках пока еще просто технического отскока после желтой точки по биткоину вот мы хорошо пошли третьей желтой точки но мы после них всегда тоже и здесь хорошо ходили здесь но после этого падали поэтому сейчас многие ждут что это медвежий флаг и мы упадем я лично этого не жду как я уже говорил я вижу восходящий канал да он похож на медвежий флаг конечно же вы скажете green он же точно такой же как и тут да он похож но я вам скажу знаете что и как и тут тоже вы скажете да но слушайте в какой-то момент эти медвежьи флаги перестают отрабатывать не забывайте об этом ведь у нас с вами по битку также был прекрасный медвежий флаг вот здесь на уровне 200 350 долларов который не отработал вниз как вы можете видеть также у нас был превосходный медвежий флаг вот здесь на уровне 3500 4000 долларов тоже не отработал вниз поэтому в какой-то момент эти медвежьи флаги все-таки разворачиваются не забывайте и сейчас очень похожий на тот момент потому что у нас с вами кучу индикаторов к сигнале том что это дно По сайферу вот такая вот картина, обратите внимание, как в предыдущих днах. Вот писакл ботом отсигналил здесь, что это дно, и мы пошли наверх. Death Cross, который обычно сигналит, что это дно. Короче, миллион метрик отсигналили, что это дно, поэтому с этим как минимум нужно хотя бы считаться. Потом опять же, 200-ая машечка, вот посмотрите, где мы сейчас. Мы сейчас уже пробились снова над ней. У нас был ложный прокол ниже нее, но исторически мы ее всегда удерживали. И по общей капитализации крипты, к разговору об альтсезоне, опять же, мы ее удержали с альтами. То есть в моменте просто избитка ликвидность перелилась в альты на дампе. Короче, тут все нормально. Но есть и другие моменты, которые я просто должен с вами обсудить. И они, конечно, локально уже не настолько бычьи. Потому что, смотрите, ну, во-первых, Bitfinex лонги начинают потихонечку фиксироваться. Помните, мы об этом с вами говорили? Все вот это падение они набирали. Умные лонги на финики, а скорее всего это вообще биржевые боты и маркетмейкеры, они набирали все падение. И теперь весь рост, как я понимаю, они будут разгружать. Но по Bitco-то они только-только начинают разгружать. По Bitco тут есть куда расти, да, в район там 30-40 тысяч, только в рамках техотскока. А вот по эфиру другая картина, ребята. По эфиру эти же самые умные лонги уже, посмотрите-ка, зафиксировали прибыль. Когда эфир отрос на уровень 1800, обратите внимание, как резко они закрылись. Почему? Да потому что эфир выдал уже практически 2х, наверное. Не факт, что они еще не продолжат закрываться вот до этих вот уровней. Эфир может вырасти куда-нибудь на 2200, где будет огромное количество ликвидаций. Но, судя по тому, как они делали раньше, ребят, они закрывались в рост хорошо. Посмотрите, вот здесь они закрылись в рост, и была еще одна свечка, и потом начался слив. Вот здесь они закрылись точно в конец роста, в последнюю свечку, и начался слив. И каждый раз практически, ну вот за исключением вот этого, наверное, они закрывались в слив. Здесь уже в слив начинали. Короче говоря, по эфиру имеет смысл, на мой взгляд, рассматривать уже зону тейк-профитов. Как мы с вами и говорили, вот эта зона 1900-2200, локальные тейк-профиты. Глобально-то понятно, если вы сидите в эфире как инвестор, то просто смотрите этот канал для развлечения. И для того, чтобы подбодриться в том, что ходл побеждает. Ходл по-любому побеждает, ребята, это даже не обсуждается. Просто посмотрите, какие цены были 3, 5, 7 лет назад, и вы все поймете. Но в целом вот это вот движение, оно может быть и после затяжной какой-то консолидации или даже коррекции, понимаете. И вот если вы трейдите, то сидеть вот эту всю просадку и смотреть на минуса, мне кажется, не очень разумно. Напишите в комментарии, как считаете вы, разумно или нет. Собираетесь ли вы фиксировать профит или будете пересиживать? Вот. Я что, я продолжаю держать все свои сделки. Все сигналы, что давал в телеге, отрабатывают пока что. Посмотрите, какая абсолютная магия уровней. Вот по дэшу мы от зеркального уровня отскочили практически тютелька в тютельку. Даже чуть-чуть до него не дошли. По биткоин кэшу мы отскочили абсолютно тютелька в тютельку от зеркального уровня предыдущего сопротивления, как от поддержки. Поэтому я продолжаю держать лонги все до этих же целей, до локальных целей. А глобальные цели, конечно же, там совсем другие. Это все, что я показываю, это окажется просто смешной прямой линией на графике. Вот эти тейк профиты, когда мы такие улетим куда-нибудь вот туда. Но не забывайте, что это спот-позиция. Спот-позицию я добираю, не трогаю, складываю надолго в холодильник. Вот сегодня только еще три биткоин кэши докупил, закинул. На леджер даже не вспоминаю. А локально торговать кто мешает этим и увеличивать количество монет? Поэтому для локального трейда нормальные тейки. Можно попробовать подержать и подальше на 400-600 куда-то. По дэшу то же самое. Локальные, опять же, тейки это там 78-86 долларов. Короче, район 70-90 долларов, там 100. А глобальные, понятно, что там цели у него 500-1600, там и погнали. И когда-нибудь, может быть, и пятизначный дэш мы увидим. Почему нет-то? Там и капитализация-то не особо нужна для этого огромная. Меньше, чем у биткоина. Так, короче, вот все позиции здесь, дисклеймер, не финансовый совет, как бы вы сами смотрите. Я их периодически закрываю, как вы видите, забираю часть прибыли, частично разгружаю и потом частично снова догружаю. Если вы не знаете, как торговать на бирже Bybit, обязательно посмотрите видеообзор по ней. Сейчас появится у вас сверху, в правом верхнем углу. А по токенам, что могу сказать от себя? Докупаю касту, потому что такое грех не докупить, посмотрите. Все думают, что это скам сейчас продают, те, кто купил на хаях. А я докупаю, потому что я понимаю, что этот проект, у него еще даже цикла не было. Он только-только выходит из тестнета в мейннет. И приложение вовсю разрабатывается. Находится уже в стадии обкатки. Недавно вышел апдейт 4 августа. По приглашениям уже сеть доступна. Скоро будет больше приглашений, больше имейлов. Вот, короче, все на самом деле работает. И по поиску тоже она, как вы видите, далеко не последняя. По поисковым запросам. Я с ребятами на связи, я понимаю, что это не кидос, это реальная тема. И я докупаю касты, ребята. Вы делайте, как хотите. Я докупаю касты, докупаю битдау. Сегодня докупил еще токены травала. Потому что, помните, я говорил вам про сайт травала. Ссылка на него, кстати, тоже есть в описании. Это прекрасный сайт, где вы можете купить билеты, авиабилеты в любую точку мира. Ну, правда, на России там сейчас санкции. Но из любой другой страны, в любую другую страну можно. И бронировать отели, жилье. Это сайт травала. Вот. У них есть токен AVA. Он типа как BNB, грубо говоря, там для комиссии, для всего, для скидок на билеты. Посмотрите, как он хорошо ходил в прошлом сезоне к битку. Он все еще находится на дне. И сейчас заходят очень хорошие объемы на бинансе. Я купил его на Bybit. Купил и кинул на Ledger. Посмотрите, какой дивер и зеленая точка. Я думаю, что этот токен, если не сейчас, то в целом какой-то момент покажет очень хороший движняк. И, кстати говоря, они анонсировали, сайт травала анонсировал, что они поддерживают Tron. Официально Tron и Stablecoin USDD. Вот. Tron тоже, посмотрите, находится у нас в бычьем рынке, как я уже вам говорил. Несмотря на коррекции в 75%, которые мы видим на бычьих рынках. И эфир в 2016 году падал на 75%. И многие другие альткоины. Tron находится в бычьем рынке, потому что у него есть повышающиеся минимумы, ребята. И мы сейчас рисуем поджим. Я думаю, что Tron выстрелит так, что это все окажется просто прямой линией. Так что на этих словах, я думаю, буду заканчивать обзор. Спасибо, что посмотрели. Пойду докуплю Tron. Торгуйте осторожно, пожалуйста. Не проспите альт-сезон. Альты к битку наращивайте. Аккуратненько. Не забывайте выходить в биток. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь к нам на канал обязательно. Жмите на колокольчик. Подписывайтесь в Telegram. Все ссылки в описании. Всем профитролей. И до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok